Плановую госпитализацию полностью прекратили в Приморье. Теперь лечь в больницу, например, на обследование нельзя. Исключением стали стационары, которые принимают пациентов по профилям онкология, сердечно-сосудистые заболевания, психиатрия, наркология, фтезиатрия, гематология и вирусные гепатиты. Также сохранятся все виды экстренной госпитализации. Это решение было связано с тем, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация на территории Приморского края связана с тем, что у нас идут заносы в медицинские организации. То есть у нас то там, то тут появляется пациент, который не имеет отягощенного эпидемиологического анамнеза, не имеет характерной клинической картины, но через какое-то время оказывается носителем коронавируса. Прекращение плановой госпитализации должно освободить медицинские ресурсы для борьбы с новым вирусом. Также благодаря этому снижаются скопления людей в больницах, где пациент с лученным контактом может заразиться COVID-19. Распространение болезни через медицинские организации – это один из самых неблагоприятных эпидемиологических путей, потому что сразу же встречаться с коронавирусом будут те люди, которые уже и так больны. Либо имеют хронические заболевания, либо ослаблены текущим острым состоянием. И поэтому наша основная задача – не допустить формирования внутри больничных очагов. В рамках комплексного плана Минздрава Российской Федерации к 28 апреля в инфекционных госпиталях края должно быть развернуто почти 950 коек. Установлено более 300 аппаратов ИВЛ. Такие учреждения начнут работу в Уссурийске, Находке и Владивостоке. И когда мы занимались перераспределением аппаратов искусственной вентиляции и легких из медицинских организаций края в инфекционные госпитали, мы как раз это делали с учетом того, что прекращается плановая госпитализация. Мы забрали те аппараты искусственной вентиляции и легких, которые работали на плановых операциях. Ни одной медицинской организации, где не осталось бы ни одного ИВЛ, у нас в крае нет. Специалисты подчеркнули, что все пациенты, которые должны были быть направлены на лечение, будут дополнительно оповещены о возобновлении работы клиник и стационаров либо сотрудниками центров, либо специалистами Министерства здравоохранения Приморья. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.